Спасибо большое, уважаемые коллеги, спасибо за приглашение. Я сегодня в своём докладе хочу остановиться о современной тактике хирургического лечения злокачественных на образовании позвоночника, в основном на опыте, который мы накопили за время работы нашего центра. Если говорить о структуре опухолевого поражения позвоночника, то первичных опухолей на сегодняшний день по данным литературы не превышает 4-5%. Основная масса, которую получают хирургическое лечение либо специальное лечение, это опухоли метастатического характера. Основные органы мишени – это для женщин рак молочной железы, который составляет порядка 65-75%. Для мужчин в такой же пропорции – это поражение предстательной железы. 30-40% – рак лёгкого. Следующее место занимают почки. И практически в 100% случаев поражение губчатого вещества позвоночника – это мейлонная болезнь. По локализации чаще всего встречается и поражается, конечно, грудной отдел позвоночника. Чуть реже поясничный, реже шейный отдел. Типичное расположение – это задняя половина тела позвонка, что обосновывается в первую очередь особенностями кровоснабжения и большого количества губчатого вещества в теле позвонка, а также наличие аностомозов, ну и сама площадь распространения. В мире существует огромное количество классификаций как патологических, так и посттравматических переломов. И на сегодняшний день, к сожалению, как бы мы ни пробовали использовать их в своей практике, эти классификации не очень применимы с точки зрения практического применения. Но в данной классификации, которую я представляю, всё, что выделено красным – это зона влияния на сегодняшний день онковертебрологии. Это опухолевая диалогия, метастатическое поражение, миеломная болезнь и первичная опухоль. Всё остальное зоно влияния – это наших коллег-вертебрологов, в том числе остеопорозы, гемангиозы, инфекционное поражение, болезни крови. Ну а правую колонку – это в основном травматические повреждения позвоночника, которыми у нас занимаются исключительно травматологи. В последнее время при классификации переломов появилось, когда мы учились, было всегда первичное, вторичное опухоли. А в процессе работы появился новый подвид в первичных опухолях, когда между доброкачественными и злокачественными существует так называемый промежуточный вид опухоли. И на сегодняшний день вот это количество промежуточных опухолей постоянно увеличивается. И очень часто наши коллеги-морфологи собирают целые клинические консилиумы для того, чтобы верифицировать степень злокачественности опухолевого поражения. Алгоритм диагностики, как правило, достаточно стандартный. На первом месте стоит, конечно, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, остеосентиография с целью дифференциальной диагностики воспалительных в основном процессов и опухолевых поражений. Ангиография прилижающих сосудов как предоперационная подготовка для пациентов с большими образованиями. Используем ПЭТ-КТ при подозрении на распространённость процесса. Ну и, естественно, самым важным, самым диагностическим калитарем является, конечно, биопсия. Биопсия — это, как правило, начало любого хирургического вмешательства, и на основании этого принимается алгоритм дальнейшего лечения. Вот вы видите, что в данном сложном таком алгоритме биопсия выделена отдельным красным цветом для доброкачественных, злокачественных метастатических опухолей. И в конце решение принимает вортебролог, химиотерапевт, радиолог. То есть коллегиальное решение является основополагающим и, наверное, наиболее целесообразным на сегодняшнем этапе. Что является показанием к хирургическому лечению опухоли позвоночника? Естественно, в первую очередь, это первичные опухоли либо единичный салитарный метастаз при операбельном или неустановленном первичном лечебе. Также выраженный болевой синдром в случае неэффективности консервативного лечения. Наличие неврологического дефицита, который связан с компрессией спинного мозга либо корешков спинного мозга. Синдром нестабильности, либо патологический перелом. Прогрессирующая нестабильность после лучевой терапии. Опухоли, которые резистентны к лучевой терапии. Ну и множественные метастазы с целью выполнения биопсии и верификации морфологической структуры. Факторы, которые определяют хирургическую тактику. В первую очередь, это степень злокачественности первичной опухоли. То есть в зависимости от количества баллов, которые набирают по данной классификации, мы можем, в принципе, по шкале атомита определить последующую тактику. То есть либо медленно растущие, либо опухоли с умеренной скоростью, или быстро растущие опухоли. Наличие метастазов поражения жизненно важных органов, такие как лёгкая печень, головной мозг. А также наличие метастазов поражения скелета. Вот это факторы, которые по шкале атомита, в принципе, определяют принцип хирургического лечения, который на сегодняшний день состоит из трёх основных составляющих. Вершиной этого айсберга — это онкологическая составляющая. В основе лежит ортопедическая, то есть вопросы стабилизации, и вопросы полноценности декомпрессии и восстановления проводимости спинного мозга, то есть нейрохирургическая составляющая. Какой принцип на сегодняшний день осуществляется или лежит в основе хирургии позвоночника? Первое, я уже остановился об этом и говорил, это предоперационная верификация, либо биопсия опухоли, определение характеристики распространения, локализация, распространённость, наличие метастазов, чувствительность опухоли к комбинированной лечении, либо это будет лекарственная, либо лучевая терапия. Ну и по классификации Эннингинга 1983 года хирургическое лечение опухоли – это радикальная резекция удаления опухоли блоком вместе с влечённым процесс органов. Встаёт вопрос, всегда ли мы можем это сделать в случае онковертебрологии? Конечно, нет, потому что анатомическое расположение опухоли позвоночника связано в первую очередь с жизненно важным органом, спинным мозгом, который лежит в основе проводимости спинальных путей. Если на сегодняшний день удалить опухоль тела позвонка либо заднего опорного комплекса не представляет больших сложностей, то удаление в зоне 4А по представленной классификации всегда представляет сложность. Поэтому это требует иногда двухэтапного хирургического лечения, что является достаточно травматичным для пациента. Какие факторы негативно влияют на прогноз заболевания? Естественно, это агрессивный рост первичной опухоли, возраст молодой, короткий промежуток без метастазов, большой объём метастатической опухоли, сочетание костных метастазов вместе с эсцеральными, уже состоявшийся перелом и отсутствие признаков репарации в случае начала химио-луболочевой терапии. Современная классификация томита, хирургическая классификация опухоли, она позволяет определить и тактику хирургического лечения. То есть в данном случае тип А – это радикальное удаление опухоли вместе с вовлечённой в процесс телом позвонка. В типе Б – опухоль с паравертебральным компонентом, то есть двухэтапное хирургическое лечение, также возможность радикального лечения. И множественное поражение позвоночника – симптоматическая терапия или, скажем, просто декомпрессивно стабилизирующее вмешательство. В зависимости от способа внутренней стабилизации позвоночника определяет вид операции и также планируемая лучевой терапия, потому что наши пациенты, как правило, получают комбинированное лечение. То есть вы понимаете, что при спондилэктомии обязательно используется комбинированная фиксация переднего и заднего хирургического доступа. Я ниже немножко об этом остановлюсь. При субтотальной спондилэктомии – задняя фиксация. При корпэктомии – передняя или задняя фиксация, как правило, комбинированная. При резекции тела позвонка – передняя фиксация. При расширенной ляминоэктомии – задняя фиксация для грудопоясничного и поясничных отделов. Всегда стоит большой вопрос, как лечить. То есть дифференциальный диагноз, который определяет, либо это будет метастаз, либо первичная злокачественная, либо первичная доброкачественная опухоль, либо остеопороз. Дальше стоит вопрос, будет системное лечение, локальная терапия, лучевая терапия, либо хирургическое лечение. А в хирургическом лечении на сегодняшний день достаточно большой спектр. Это может быть и вертебропластика, и декомпрессивно-стабилизирующая операция, и корпэктомия, и эндопротезирование, и спондилэктомия. Поэтому при неосложненных метастазах всегда используется системное лечение в сочетании с локальным лечением. А при осложненных, связанных с нарушением проводимости спинного мозга, всегда идет тоже комбинированное лечение. То есть это хирургическое декомпрессивно-стабилизирующее операции, плюс использование локальной химиотерапии, либо лучевой терапии. В последнее время набирает и активно развивается радиохирургия опухоли позвоночника. Не всегда представляется возможность радикально удалить опухоль, которая привлежит либо к спинному мозгу, либо может участвовать в поражении жизненно важных органов. Поэтому оставшуюся часть опухоли, иногда слитарный какой-то очаг, достаточно эффективно используется методика радиохирургии. В качестве клинических примеров при поражении верхней шейного отдела позвоночника, вы видите здесь поражение С1-С2, существует несколько методик. Методика удаления опухоли через рот первым этапом и вторым этапом использование акцепитоспондилодеза. Вы видите хардомы тела зубовидного отростка С2. Первым этапом удаленная опухоль через рот, вторым этапом выполнен акцепитоспондилодез. При поражении тела позвонка используется, как правило, корпектомия и замещение удаленного тела позвонка, так называемый мэш, вместе с дополнительно либо ауто, либо аллопластикой. Для укрепления стабильности и для дополнительной фиксации используется мэш дополнительно с фиксирующими пластинами. При тотальном поражении тела позвонка и потере опороспособности тела позвоночника на шейном отделе также используется эндопротез тела позвонка. Вы видите хондросаркома С4, эндопротезирование тела позвонка. На грудном отделе декомпрессивная ляминэктомия – это способ выбора в случае, если имеется распространённый процесс и признаки наличия нарушения проводимости спинного мозга. Используется декомпрессивная ляминэктомия либо циркулярная декомпрессия в зависимости от распространённости. Использование так называемого транспедикулярного фиксатора, который может быть на грудном отделе, грудопоясничном и, как правило, на поясничном отделе. После удаления заднего порного комплекса либо после выполнения декомпрессии транспедикулярная фиксация тоже как симптоматическое лечение. Пояснично-тазовая фиксация – вид стабилизации после удаления поражения на уровне пояснично-крестцового отдела либо верхней части крестца. Эндопротезирование тела позвонка – новое направление, которое мы активно разрабатывали и используем у себя. То есть позволяет пациентам после корпоктомии и замещения эндопротезом избежать второй этап хирургического лечения по стабилизации транспедикулярным фиксатором и вертикализировать этих пациентов в ближайшем послеоперационном периоде. Вот так выглядит межсиловой эндопротез. В этом цилиндре устанавливается алло-транспланта. Вы видите метастаз рака молочной железы, ТАЖ-10, ТАЖ-11 позвонков. Новое направление, которое используется на сегодняшний день при паравертебральных опухолях позвоночника – это эндоскопическая трансосальная хирургия. Показания для нее достаточно узкие, но с учетом малоинвазивности достаточно эффективная и все-все больше и больше набирает оборот и является востребованным в наших пациентах. Большим достаточно разделом отдельно стоит эта хирургия опухолей крестца. Это большая хирургия, которая часто сопряжена с поражением органов малого таза и используется на сегодняшний день комбинированные методы лечения и при комплексном подходе. Вы видите хардомок веса после удаления С4, С5 и вот такого большого объема образования. Вертеброэктомия. Это существует одномоментная либо двухэтапная вертеброэктомия. Вы видите на представленном примере. Это двухэтапная, где первым этапом был удален задний опорный комплекс, вторым этапом установлен эндопротезом. То есть данная методика позволяет полностью удалить весь позвонок вместе с вовлеченным в нем патологический процесс. Использование эмболизации позволяет нам и очень часто, особенно при гиперваскулярных образованиях, сократить сроки хирургического вмешательства и уменьшить кровопотери. При операции Грюнвальда использование также эндопротезирования оправдано и показало свою эффективность. И особое место занимает в хирургии позвоночника это мультидисциплинарные вмешательства вместе с нашими коллегами, тракальными хирургами, сосудистыми хирургами. Иногда мы привлекаем акушер-гинекологов. Поэтому только вот такой мультидисциплинарный подход к лечению на сегодняшний день позволяет решать те задачи, которые мы ставим перед собой. Спасибо за внимание. Продолжение следует...